Раз, раз, раз. В 1750-х годах ученые помещали различные вещества в пламя и пропускали получившийся свет через призму. Они обнаружили, что горячий им газ, образующий при сжигании веществ, дает различный цвет или спектр. Например, при сжигании обычной столовой соли получался желтый цвет. Далее, не все цвета ратунги получали при сжигании веществ. Иногда получались темные участки. Для некоторых материалов было всего несколько кусочков света. И в 20-м годах ученые попоняли, что это замечательный способ обнаружения и идентификации малых количеств веществ в порошке, сжигаемом в пламя. Тем временем, также изучался и белый свет Солнца. И в 1702-м году было открыто, что сам Солнечный спектр содержит все ветерные участки, тонкие линии на фоне ратунги. Но тогда никто не мог объяснить, какова связь спектральных линий с веществами и вообще откуда они образуются. Теперь давайте перенесемся немножечко ближе к нашему времени, на 100 лет назад. Тогда ученые изучали спектр, образующий при нагревании твердых объектов. Они обнаружили, что спектр получается сплошной, причем общий цвет спектра дает понятие о температуре объекта. И ученые поняли, что этот способ позволит измерять температуру объектов на расстоянии. Например, они смогли измерить температуру Солнца. И благодаря этим открытиям было установлено, что некоторые объекты прекрасно поглощают свет. И эти объекты были названы черными телами, то есть они поглощали практически весь падающий на них свет. И эти самые объекты также прекрасно излучают свет. Причем температура этого излучения показывает температуру объекта. Вот на этом графике показывается количество света в каждом свете излученным объектом. Вот относительно холодный объект. Большая часть излученного света лежит в инфракрасной части. С правой части мы будем на палитре показывать цвет излучаемого света. Сейчас практически ничего не видно. На этой кривой показано распределение цветов в излучении объекта средней температуры. Это в основном зеленый, желтый и оранжевый цвет. Добавляем их к нашей палитре и смотрим, что получается. Видно, что общая комбинация пока дает желтый цвет. А этот третий график показывает горячий объект. Большая часть излученного света идет в синим спектре. Теперь мы видим, что наша палитра в центре становится белой. В том месте теперь сикаются все излученные цвета. Нагретое черное тело следует вот этому порядку цветовому. Хороший пример излучения черного тела – это печи. Внутри печи электромагнитное излучение в форме света и тепла принимает форму стоячь к волнам. Волн подобных вибрации струны гитары. В конце стоячей волны, подобные струны гитары, не двигаются. Они закреплены по концам. Внутри этой печи существуют различные длинные волны. Все они стоячие. Когда температура печи довольно-таки низкая, основной цвет инфракрасный. Без технических средств его невозможно увидеть. По мере роста температуры, цвет становится красным, потом оранжевым, потом шерстым, потом синевато-белым. Распределение энергии идет от длинных волн к коротким по мере роста температуры объекта и посинения света. Но возникла проблема. Ученые думали, что распределение излученного света будет продолжаться и уходить в ультрафиолетовую часть спектра. Но этого не произошло. Вместо этого излучалось все меньше и меньше света по мере приближения к ультрафиолетовой части спектра. Это называлось ультрафиолетовой катастрофой. Но катастрофой в прямом смысле слова это не оказалось. Это было лишь начало удивительных открытий. Удивительный ученый по имени Макс Планк вскоре придумал способ объяснения данных знамен. Он пришел к выводу, что энергия, стоячая в волне, стоячая волн, и не могла обладать любыми произвольно взятыми количествами энергии. Наоборот, количество энергии должно ограничиваться несколькими конкретными, то есть дискретными значениями энергии. Для синего света, например, энергия может быть либо 0 электрон-вольт, либо 3 электрон-вольта, либо 6 электрон-вольт, либо 9 электрон-вольт, и так далее. В целом, энергия равна любому целому числу n, умноженному на постоянную планку, и умноженному на частоту света, nu. Для синего цвета это любое число, кратное 3 электрон-вольтам. Но для синего света энергия не может быть кратной 1 электрон-вольтам, 2 электрон-вольтам и 4 электрон-вольтам. Понимая, что энергия может иметь только дискретные значения, дало начало квантовой механики, то есть энергия квантуется, и n из ранее упомянутого уравнения называется квантовым числом. Вывод Планкта о том, что свет квантуется, быстро было подхвачено Эйнштейном для объяснения другого, непонятного финанса. Было известно, что если направить пучок света на металлическую пластину, в результате освобождается электрон. Но электрон не может вылететь из пластины до тех пор, пока цвет не станет определенного значения. Независимо от того, какой силы свет, если цвет окажется не тот, то ни один электрон так и не вылетит из пластины. Эйнштейн пришел к выводу, что свет, падающий на пластину, должен признать из себя поток квантов, то есть порции энергии определенного значения. И если энергии недостаточно в каждом пакете, то ни один электрон не освободится. И каскал Планк, длина и частота света соответствует количеству энергии, содержащемуся в каждом пакете, то есть кванте энергии. Пакеты красного света не способны высыпать электрон из пластины, потому что не обладают достаточным количеством энергии. Только свет. Но подождите-ка, это еще не все. Похоже на то, что свет это частица, а не волна, в то время как существует огромное количество свидетельств о том, что это волна, рефракция, дифракция, интерференция. Так что же это? Частица или волна? Что такое свет? Свет это и то, и другое. Пакеты света чрезвычайно малы. Давайте будем называть их фотонов. От греческого слова фотос, означающий свет. И для того, чтобы описать пояснение поведений объектов на таком малом уровне, необходимо использовать нестандартные идеи, идеи квантовой механики.